В охране общественного порядка ежесуточно задействованы полсотни народных дружинников и не менее 75 казаков. Общая численность членов ДНД по курорту составляет около 2000 человек. Рейдовые мероприятия проводятся по разным маршрутам патрулирования. В них принимают участие дружинники, казаки, а также сотрудники полиции. Они проверяют выполнение детского закона, ликвидируют различные правонарушения, а также участвуют в событийных мероприятиях на курорте. И если у полицейских и казаков есть форма, то членов ДНД сложно отличить от обычных граждан. Несмотря на то, что у каждого есть удостоверение и нарукавная повязка, некоторые их игнорируют во время рейдов. Анатолий Пахомов считает, что к спецсимволике обязательно должна добавиться и форма. Члены ДНД в повязках, либо в накидках ДНД, это тоже говорил, что районы должны приобрести. Либо мы им приобретаем, чтобы они выходили и было написано. Казаки, если выходят, они выходят четко, понятно, они в форме, поэтому на них реагируют. И там, где есть казаки у нас, там у нас полный порядок. ДНД у нас не видно, потому что надо форму, купите накидки. На приобретение формы, а также на поощрение членов ДНД мэрия готова выделить необходимые средства. Отметил городоначальник и работу казачьих дружин во время активного летнего сезона. Во многом благодаря им удалось избежать пробок на трассах. Казачество действительно замечательно отработало. Мы даже собираемся почествовать их казачьим мероприятием, вручить и благодарственные письма, и медали, и так далее, и тому подобное. Потому что они этого заслужили. За прошедшие 8 месяцев в Сочи, благодаря совместной работе казаков и дружинников, задержано больше полутора тысяч правонарушителей.